Это одна из центральных улиц в Калининском районе. Вместо тротуаров здесь снежные сугробы. Не лучшая ситуация и возле жилых домов. По словам директора местного ЖЭКа, площадок под снег в их районе не предусмотрено. Сням очень много в этом году. Мы его складируем на газонные части, по бокам дорог. Где уже много на газонах, мы раскидываем на дорогу, машины разбивают и плюсовая температура, вода просто сходит. Весь снег с тротуаров и трасс возят специально отведенные для этого места. Но из-за выпавшей сверх нормы осадков сейчас все площадки заполнены. Об этом рассказал Сергей Ярош. Как таковой, чтобы она серьезная была. Если бы была эта проблема, она бы не решалась. Снег бы не убирался, не вывозился. Да, последний сегапад показал, что это двухмесячная норма осадков при таком количестве снега. Но это, конечно, непросто. Во всем городе снег не вывезем. У нас нет таких возможностей и лимитов. Нет. И денег. Поэтому вывозиться будет только центральная часть города в основном, чтобы обеспечить лицо города. В Донецке оборудовали дополнительную площадку для складирования снега. Она находится на южном выезде из города на границе Кировского и Ленинского районов. Делили место, куда данный снег и смет будет временно свозиться. Кировский район, самый большой район по площади и по населению. Они приготовили там три места. В Киевском районе есть два места. В Буденновском районе есть два места. В Варшиловском районе мы не нашли места, поэтому пользуемся площадкой Буденновского района. До конца зимы в Донецке откроют еще несколько дополнительных площадок для снега. Они появятся в центральных районах. Инга Лапикова, Георгий Жилич, Алексей Костюк, Панорама.